Друзья, здравствуйте! Вашему вниманию хочу предложить такой неоднозначный ролик в двух словах. Буквально на прошлой неделе общался с человеком, у которого была не под копирку, но очень похожая ситуация с его родственником и тоже с банком Тинькофф. Ну и в общем-то я на эмоциях решил записать подобный ролик. До этого уже делал нечто подобное. Но вот этот вот такой, знаете, на эмоциях, буквально на следующий день после разговора по телефону с этим человеком я этот ролик записал. Понятное дело, что тот клиент, по чью душу звонила эта девочка, естественно с ним все хорошо, он ни в какой степени не болен и все нормально. И конечно же наш клиент, а это уже подразумевает свободу от кредитов. Ну вот такой некий эксперимент, демонстрация их вот этой вот никчемности человеческой. Ну давайте послушаем, чтобы вам было все понятно. Алло. Алло, здравствуйте. Я вот слушаю, здравствуйте. Позвольте, пожалуйста, к телефону Ирины Львовну. Она в ближайшее время не сможет по телефону разговаривать. Не может по телефону разговаривать. Кто спрашивает? Для того, что я звоню вам из отдела оптимизации финансовых платежей Тинькоу-банка. Меня зовут Юлия Сергеевна. А кем именно вы тогда приходите с ней? Брат. Скажите, мы вообще дело в том, что не можем как выйти с человеком на связь сейчас. Там что-то случилось? Вы в курсе взяли? Да, с ней случилась очень тяжелая вещь. Она выпила уксус. Она сейчас господинтали. Что она выпила? Уксус. А, уксус. Извините, как ему обратиться? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, ну тогда вообще, если такая ситуация произошла, вы когда последний раз не общались? Сегодня. Не общался, а в глаза смотрел. Он не может говорить. Вы не хотите спросить, почему она уксус выпила? Я думаю, что это не есть суть. Дело в том, что понимаете, я звоню вам из банка. Да, да, да. Вот она очень часто слышала, я звоню вам из банка, чтобы решить ваши проблемы. И вот такая вот публика довела человека до того, что она выпила уксус. Ну, а сами вы в курсе, замотношение Натальи Александровны с банком? Да, что банк Тиньков с нее трясет последняя. Она на лекарства себе не позволяет потратить деньги. А вот она банк отдавала, но больше не выдержала. Это друг один у нее банк, вы хотите сказать? Далеко не один. Ну, вот, наверное, в этом проблема, да, сейчас была? Началось все с Тинькова, потому что в Тиньков не могла никак рассчитаться очень долго. И когда она испытывает финансовые трудности? Какая сейчас уже разница? Что вот, что, вот вы этот вопрос задали для чего? В настоящий момент хотелось бы уточнить ситуацию по поводу данного момента. И как-то связаться в таком случае тогда с ее родственниками, там, близкими? Вот с вами родственник. Единственное, оплатежеспособный родственник и человек, который держит себя в руках. Сейчас с вами разговаривает. И когда она на больничном находится уже? Уксус выпил человек, какой больничный? Ну, в больнице как она находится? Зачем? Я не могу понять, что вы хотите от нас, от нее? В настоящий момент нам требовалось с ней связаться. Но есть такая ситуация. Друзья, человек уксус выпил, она может вообще теперь разговаривать не сможет. Слушайте, я соболезную, я понимаю, ситуации бывают разные. Но не нужно сейчас решать этот вопрос. Если не в таком случае... Кому нужно решать вопрос? Тем более, что вы говорите, что у нее какие-то проблемы были финансовые. Кому нужно вопрос этот решать? Зачем? Наталья Александровна. Финансовый вопрос. То есть вот вы сейчас слышите, что человек на краю смерти, благодаря вот этому бизнесу вашему банковскому, и продолжаете взыскивать. А вам, может быть, станет сыгно лично вам вот просто трубочку положить, сказать извините, там, или еще что-то. Вот вы работаете вот на эту контору, на этого пса Олега Тинькова, который доводит людей. Подождите, Дмитрий Александрович, как-то уже доказано, что это мы виноваты. Записка, блядь! Какая записка? От нее! Она вообще, она суицид совершить хотела. Ее откачали, ее до сих пор, еще доктора сомневаются, что она окончательно в себя придет. Не погибнет. Скажите, кто-то отправит документы, может, по данному факту? Какую записку, блядь, вам отправить? Нет, не эту записку. Я имею в виду непосредственно взять справку. Да идите вы нахуй, понимаете, блядь? Дмитрий Александрович, ну, в таком случае непосредственно информацию по данному факту я внесу. Но непосредственно кто поддерживает ее? Вот самому интересно, вот тебе само не стремно, а? На ты мы не общаемся. Да общаемся с вами со сворой, если это только на ты. Послушайте, давайте так. Зачем? Что помогать? Доктора ей могут помочь? Может быть. Нет. Касаемо данной ситуации... Деньги вернуть, ты сейчас скажешь. Деньги вернуть, да? Комментарий я знаю. А зачем вам? Ну, а можно написать, что человек попытался в связи с нашей деятельностью покончить жизнь самоубийством? И признать кредит безнадежным? Можно так сделать? А? Вот написать, что человек... Это уже у вас в порядке вещей. Вы продолжаете взыскивать все равно, даже если человек благодаря вашей вот этой... Понимаете? Она написала в записке. Сейчас, подожди. Я записку сейчас... Подожди, я достану записку, блядь. Сейчас, подожди. Петр Александрович, мы работаем согласно законодательству Российской Федерации. Да. Слушай, слушай, я записку сейчас... Записку сейчас достал. Подожди, почитай. Ты скажешь, какое законодательство здесь? Где, о каком законодательстве речь? Отдавала Тинькоу уже в два раза больше, чем взяла. Но его не сон. Да я тебе говорю очень важные вещи, чтобы ты уволилась, чертовой матери, с этой работы, с Котской. Петр Александрович, послушайте меня. Вот записку тебе читаю, послушай ты меня. Понятно. В записке написано, что она отдавала деньги в последние два года в Тинькоу, отдала в три раза больше, чем взяла. Всего доброго. Больше не могу. В начале разговора, друзья, да, отдел оптимизации финансовых потерь. Я бы на их месте, наверное, назвался по-другому. Что-то, ну, нечто. Отдел адаптации к человеческому горю. Наверное, вот так. Ну, что, вот вы все послушали, вы поняли. Все в деньги упирается. Сколько времени ей понадобилось, чтобы вникнуть в ситуацию и действительно положить трубку. Но это еще не совсем кончено. Я уверен, что если такие вот опыты продолжать проводить, можно очень много разной швали услышать. Есть у меня, я там делал нечто подобное и действительно убедился в этом. На канале, если порыться, вам попадется вот такие вот персонажи. Почему-то вот чаще всего это женщины. В женском обличии дьявол очень любит скрываться. Ну, не знаю, смех сквозь слезы, если хотите. Ну, ладно, друзья, я, конечно же, не ставлю никого в пример. Ни в коем случае не говорю, что это выход из положения. Да, такое и есть, такие вот концовочки отношений между клиентом и кредитным учреждением нередкие. Но, друзья, до такой степени глупо так себя вести на фоне того, что как вообще можно решить этот вопрос. Этот вопрос решается очень просто. Как говорят, он выеденного яйца не стоит. Кому бы вы не были должны, это всего лишь договорные отношения. Сколько бы вы не были должны, это точно так же договорные отношения. Не знаю, как договор аренды, как договор трудового там найма. Не знаю, договор оказания услуг. И все, что вы делаете, если вы не можете платить, вы просто нарушаете условия обычного договора. То есть, гражданско-правовые отношения. А люди в петлю лезут, люди яд глотают. Люди до какой-то степени вообще забывают о себе, тащат последнее в этот банк, забирают детей у семьи. Что тоже, я считаю, очень... Ну, это преступление по отношению к близким. Потому что человек просто ленится вникнуть. Хорошо. Не можете, нет сил у вас. Вы не можете сосредоточиться, собраться с мыслями. Для вашего удобства существует этот канал. Подпишитесь на этот канал. Послушайте, успокойтесь. Еще проще вам станет, если вы перейдете на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика. И посмотрите видео на сайте. В видео рассказано, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Что мы для людей делаем. Что мы уже сделали для не одной сотни. Уже для нескольких сотен людей. К какому результату привели. То есть мы создаем условия, когда банку, микрофинансовая организация, онлайн займу какому-нибудь. То есть вашему кредитору выгодно отказаться от претензий. Причем делаем это строго законными методами. Пройдите по ссылочке на наш сайт. Еще для вашего удобства в правом верхнем углу сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео, успокойтесь. Я сейчас обращаюсь к тем, у кого состояние на грани истерики. Кто не может сообразить, что вообще делать, почему так происходит. Но неужели вы верите, что так можно жить всю жизнь? Если вы, конечно, ничего не будете предпринимать, так жизнь не пройдет. В гонке за деньгами и потом безропотный поход к кассе банка, чтобы отадить эти с трудом нажитые деньги заработанные. И никакой уже радости в этой жизни не будет. И в конце жизни вы будете ждать, когда этот кошмар закончится. Потому что вам будет не в радость вообще существование. Но поверьте, все не так. Это банкиры все превратили, все в черные краски раскрасили. Вопрос решаемый. Еще раз говорю, посмотрите видео на нашем сайте. Оставьте заявочку, как рассказывается в видео. Запишите наш номер телефона, вы его увидите в правом верхнем углу на сайте. И ждите звонка наших специалистов. Хватит уже быть жертвой. Надо с этим, как говорится, статусом распрощаться раз и навсегда и решить все. Все, поверьте, можно жить без долгов, можно жить без кредитов, можно жить свободным человеком. Еще раз посмотрите видео на сайте, напоминаю я вам. Ссылочка, кликабельная подсказочка в правом верхнем углу выходит. Вот она. И оставляйте заявку. Еще раз говорю, мы позвоним с телефонов, которые указаны в правом верхнем углу сайта. Звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Естественно, надо что сделать? Забить эти цифры к себе в телефонный аппарат и ждать звонка наших специалистов. Не пропустите. Очень много у нас звонков, много, вернее, заявок. И если пропустите, потом придется долго ждать следующего звоночка. Также я вам предлагаю посмотреть плейлист с моими видеообращениями к подписчикам, гостям канала, к нашим клиентам. Да, действительно, целый плейлист уже создан с ответами на вопросы. Конкретные, развернутые такие ролики, где в формате двух минут, а в формате достаточно большого такого монолога. Идут ответы на ваши вопросы, которые вы задаете. Ссылка, кликабельная подсказка, вот тоже, опять же, в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот она. Посмотрите этот плейлист. Ну и, конечно же, если ролик вам интересен был, поставьте лайк. Подписывайтесь, если вы не подписались на наш канал. Поделитесь в соцсетях этим роликом, чтобы побольше людей узнало всю правду. Ну и группа ВКонтакте у нас есть. Вступайте в группу. Ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика есть. С вами был Кузнецов Дмитрий. Желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия и того самого финансового здоровья. Ну и, конечно же, моральных сил. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok